Можно просмотреть галерею, да, и также вот ее закрыть. Также здесь посмотрим по настройкам, возможно, здесь можно как-то добавить каких-то опций, да, чтобы это были стрелочки по бокам. Контакты выводятся здесь, местоположение, автор, связаться, все поля у нас все выглядывает, все вроде есть. И если я перейду к себе, пока вот так это выглядит, мы с вами профиль тоже еще толком не настраивали, то есть если мы зайдем в мой аккаунт, объявление пользователя, да, то есть вот так это выглядит при наведении, классно всплывает. Смотрите на картинку, изображение, то есть редактировать, удалить также эти объявления можно, зеленое. Активно кружочек показывает, красное если будет, то оно будет неактивно, да, соответственно. Вот это то есть как пользователи, если я зашел на сайт, то есть я здесь и в админке вижу свои объявления, и люди будут видеть объявления, например, вот здесь вот на главной, не только мои, и чужие объявления тоже. Сердечко, то есть можно сделать лайк некий, и видите, он теперь подсвечивается красным. Теперь для полноты картины нам нужно хотя бы пяток объявлений просто добавить на наш сайт через пока админку, сделайте тоже без меня, я поставлю видео на паузу и тоже немножко наполню объявлениями, чтобы была какая-то уже картина, и потом будем двигаться дальше. Также, кстати, в категории объявлений, там где у нас появился первый товар, подставляется ведь такая единичка, показывающая, что в этой категории уже есть один товар, но не товар, а объявление. Итак, я добавил еще несколько объявлений, буквально всего пять штук, как раз таки в наши пять колонок, да. То есть следующее, шестое объявление, оно будет уже, ну оно будет первым, а последнее будет перемещаться на второй ряд. То есть ровно так же, как у нас вот здесь вот в демо-примере выглядит, да. И вот в админке вот так вот списком это выглядит. Итак, на что надо обратить внимание в первую очередь, да, ну, потихоньку править какие-то моменты. Например, что первое мне режет глаза, это не наша валюта. Давайте посмотрим, где она меняется у нас. То есть поставим здесь руб, чтобы стояла руб. Итак, переходим в глобальные настройки DJ класса Fields, вкладка глобальные. Прокручиваем ниже, 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 и вот здесь вот сразу видим валюта. И пишем либо руб. Сохраняемся и смотрим в объявлениях, видите, руб меняется. Ну, наверное, заглавными не пишется у нас так, да. У нас одна буква заглавная. Давайте еще раз посмотрим. Вот как-то так. И сразу я предлагаю на вкладке изображения, то есть смотрите, давайте, чтобы я сделал вторым, да. Вот с Lightbox'ом разберемся, то есть вот изначально он у нас такой. У нас есть возможность это посмотреть, то есть что есть еще на вкладке изображения. Тип Lightbox'а, Lightbox. Смотрите, есть два варианта еще. Выбираем второй вариант. Ни о чем он нам не говорит, сохраняемся. Нам надо сначала его посмотреть. Обновляемся. Кликаем, и вы видите, что действительно что-то меняется, да. То есть, во-первых, всплывает изображение. Можно мышкой перемещать изображение. Крестик большой закрыть. И внизу такие лютые стрелки. То есть можно... Ну, смотрится, мне кажется, даже поинтересней. Давайте посмотрим, какой здесь есть еще третий вариант. Выбираем его. Ширина галереи, кстати, можно выставить. Количество миниатюр в строке галереи тоже можно посмотреть. Давайте сохранимся. То есть здесь уже на ваше усмотрение, какой вам вариант здесь больше понравится. Да, то есть... Ну, вот этот вариант самый такой, наверное, классический. Здесь, видите, стрелки по бокам. Они как-то видны сразу. И... То есть, во-первых, прямо, посмотрите, по изображению я прям кликаю. Вот, видите, по краю уже перелистывается, да. То есть, ну, это уже из опыта. То есть, кто уже такой ярый поклонник всяких досок объявлений, он уже знает, что у многих вот так вот можно переключать. Потому что достаточно далековато стрелки находятся. Я бы их поместил прямо вот здесь рядом с картинкой. Ну, этот вариант и оставим. Давайте теперь рассмотрим пункт меню. Вывести на фронтальную часть сайта и тоже посмотрим, как это работает. На самом деле там все работает. Посмотрим просто сам процесс, да. И оформим кнопочку. Так же, как в демо-примере. Она у нас выделена здесь оранжевым цветом. Мы переходим с вами также в админку с сайта. Переходим в меню, майн-меню. Нажимаем создать. Назвать я предлагаю добавить объявление бесплатно. То есть, чтобы человек сразу видел, что он бесплатно добавит объявление. Таким образом, будет гораздо проще привлекать новых посетителей. Добавить объявление бесплатно. Такая будет большая выделенная кнопка, потому что у нее длинное название. Состояние опубликовано. И здесь надо выбрать тип. Выбираем DJ Class of Fields. Здесь этот пункт называется «Добавить элемент». Выбираем его. Не забывайте, что метод данной тоже на рабочем сайте. Можно здесь написать описание краткое, что на нашем сайте. Объявление вы можете добавить абсолютно бесплатно и так далее. Давайте посмотрим. Сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. Видим у нас пункт «Добавить объявление бесплатно». Не обращайте внимания, что здесь есть карандашик редактирования. То есть мы прямо отсюда можем попасть в админку редактирования пунктов меню. Это видит только администратор. Авторизованный администратор на сайте. То есть этой иконке не будет видно гостям или зарегистрированным пользователям сайта. Если я кликну на «Добавить объявление бесплатно», мы пока видим вот такую вот картинку. То есть уже что-то видим. И первое, что я хочу сделать, это оформить кнопку «Как на демо». Итак, чтобы оформить ссылку, вы здесь в настройках переходите в параметры ссылки и ксс класс ссылки. Обратите внимание, нужно прописать вот так, как у меня, такую переменную «button-ms». Все. Сохраняемся. Как только мы это прописали, то на фронтальной части сайта после обновления страницы наша кнопочка выделяется из всех остальных пунктов меню. Ну и, соответственно, здесь в начале, как правило, еще добавляют такой плюс. Сохранимся. Посмотрим. Вот такой плюсик, да? «Добавить объявление бесплатно». Давайте посмотрим внимательно на поля и подумаем, какие поля нам необходимы. Заголовок, категория, выбор категорий, да? То есть к какой категории относится то или иное объявление, цена, вступительное описание, полное описание. Возможно, вступительное описание или полное описание, не знаю. Можно отключить. Ну, первое, что бросается мне в глаза, это наличие редактора. Слишком много элементов, не нужно обычному пользователю. Если мы посмотрим на демо-пример, здесь очень аккуратненько располагается редактор, да? Буквально несколько иконок. Жирность, наклон, подчеркивание, перечеркнутый. Назад. То есть отменить действие. Вернуть действие и HTML какой-то код вставить. И возможность выключить или включить редактор, да? Соответственно, сейчас мы будем разбираться с редактором. Посмотрим, где он переключается. Дальше изображение мы здесь оставляем. Добавить изображение, начать загрузку. Местоположение тоже это все оставляем. Город. Адрес. Объявление человек размещает на 7 дней. И здесь у нас по умолчанию, смотрите, есть 14, 21, 30 дней. И это все денег стоит, да? Как я вам говорил, то мы делаем с вами бесплатное пока объявление. Поэтому мы можем оставить все эти расположения дней. Но вообще, в принципе, на ваше усмотрение. Я просто бы так сделал, наверное. Позже посмотрим, как выставить. Пускай будет 14, там, 21, 30 дней. Но это будет все бесплатно, вот как 7 дней. Вот здесь вот, да? Мы это тоже рассмотрим, где это. Поле контактов тоже оставляем. И вот эту вот примочку, ее вообще полностью можно также отключить. Вот это вот. Это у нас помечение объявлений. Вот можно увидеть здесь. Есть картинки, да? Как это помечается. И здесь вот все описано по-русски. Объявление будет опубликовано в модуле со специальными объявлениями, да? То есть там вот такая будет значок, вот в объявлении. И также 7 дней, там 1 рубль, например, да? Человек может, то есть что-то выбрать отсюда. Естественно, эти фишки, их лучше оставлять, пускай человек сам выбирает. И это все будет бесплатно на первых этапах. То есть это лучше не отключать, это все сделать бесплатно. Будем смотреть, как это делается. Но первое, что я предлагаю вам, с чем разобраться, это посмотреть, где переключается редактор. Еще вы должны понимать, чтобы этот редактор посмотреть глазами пользователей или зарегистрированными пользователями, мы должны зайти либо с другого браузера, либо снять авторизацию, да? То есть лучше, наверное, зайти с другого браузера. То есть я предлагаю объявление делать бесплатно на первом этапе, как я уже это говорил ранее. И также пускай будут гости. То есть не обязательно регистрироваться, пускай гости могут добавлять объявление. Если сейчас, в данный момент, я зайду с другого браузера на свой сайт и нажму «Добавить объявление», то меня не пускает система и говорит авторизоваться. Поэтому давайте, чтобы посмотреть, как выглядит страница добавления объявления для пользователей, таскать глазами пользователей, разрешим добавлять объявление сначала обычным пользователям, гостям сайта. Для этого в админке сайта, в глобальных настройках, глобальная вкладка, уровень доступа у нас стоит зарегистрированный. Мы с вами выбираем «Все». Нажимаем «Сохранить». Захожу еще раз с другого браузера на свой сайт, там, где я, гость, неавторизован. Нажимаю «Добавить объявление». И мы видим, что редактор-то на самом деле, он уже изначально выглядит более просто для обычного человека. Давайте теперь разберем более детально сам редактор. В глобальных настройках на вкладке «Вид» здесь есть чуть ниже, прокрутите «Редактор в описании». Если мы поставим «Нет», сохранимся, пойдем на сайт, обновимся, то мы с вами увидим, что у нас абсолютно отключается редактор. То есть кому-то даже, может быть, так больше подойдет. Видите, он вообще отключается. У нас остается с вами заголовок «Категория заполнится на вступительный текст описания». То есть вообще редактора даже и нет. Также мы с вами можем выбрать «Редактор» «Джумла по умолчанию». Давайте посмотрим, как он выглядит. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляемся. Ну, в принципе, практически он ничем не отличается. Дальше настройки. Разрешить HTML теги в описании лучше поставить «Нет». Не думаю, что это будет полезно. Из соображений безопасности HTML лучше отключить. Разрешить HTML теги в полях тоже «Нет». Еще есть такая маленькая деталь в плане дизайна. Вы могли обратить внимание, как на демо-сайте, что у нас все кнопки стилизованы. У нас же есть такие вот серые кнопки в некоторых местах. Если мы с вами посмотрим «Редактировать профиль», вот здесь они видны. Дальше «Сменить пароль». Вот видите, вот стилизованная кнопка «Обновить». Она тут как надо. И вот внизу кнопки тоже хорошие. Вот если мы с вами посмотрим объявления пользователя, здесь тоже такие кнопки непонятные. И вот кнопка, видите? А если посмотрим «Добавить объявления», то здесь вот тоже кнопки правильные. Видите, стилизованная. А внизу нет. Смотрите, как это правится. Если у вас то же самое. На вкладке «Вид» вот «Включить ксс по умолчанию» здесь должно стоять в положении «Нет». Сохраняемся. После этого действия у нас как раз таки… Смотрите, обновляемся. И вот они внизу, все кнопочки. Вот они все здесь стилизованы абсолютно. Мои объявления. Вот видите, все здесь в порядке теперь. Никаких проблем. Вот они все здесь стилизованы. И как только мы отключили вот эти вот ксс, вот здесь вот видите, сразу редактор стал нормально выглядеть. Вот я нажимаю «Добавить объявления». Вот видите, ну такие простые плоский стиль. Были какие-то выпуклые кнопки. Вот это от этого зависело. Сейчас у нас выглядит так же, как в демо. Теперь по возможностям. Для многих это будет важно. Какие вы хотите дать возможности? То есть в редакторе вашим пользователям, которые будут добавлять на ваш сайт объявлений. То есть вот эти вот кнопки, да? То есть, например, помечание как-то текста. То есть если я напишу «Текст», «Б», «Жирность». Вот какие кнопки? Может быть, отключить, может быть, включить. Я думаю, это важно объяснить. Смотрите, вы переходите в плагины. Здесь отсортируйте «Включено». Это у нас плагин TinyMCA. Вот он. Заходим сюда. Здесь, видите, паблиш. То есть здесь есть набор 1. Это для менеджеров, для зарегистрированных. И набор 0, администраторы, там, редакторы и так далее. Вот набор 2, паблиш. И вот смотрите, вот здесь вот кнопки. Я только что выкинул кнопку «Вставить как текст». Может быть, вы хотите добавить сюда. Может что-то убрать. То есть, например, хотите минимизировать вообще. То есть, вот даже разделитель. Смотрите, я зажимаю левой кнопкой мыши и перетаскиваю вот сюда в левую вверх в общую вот эту колонку всех элементов. Отпускаю. Вот этот разделитель. Например, нам не нужен. Нумерованный список, маркированный. Вот смотрите, например, это не надо. Буквально оставляем только, чтобы можно было пометить жирным. Нижнее подчеркивание, перечеркнутый текст. То есть, убираем этот разделитель. И вернуть действие назад или отменить. Вот эти вот буквально мы хотим только кнопки использовать. Мы при этом сохраняемся. Идем на сайт. Смотрите, обновляемся. И нам показываются только те кнопки, которые нам нужны. Вот. Таким образом, вы решаете сами. Хоть все можете убрать, чтобы просто это было описание. Да? Вот поле описания. Или вы отсюда можете перенести, например, выравнивание текста. Вообще любой элемент. Там ссылка. Вставить ссылку. Вообще, вообще ссылки как бы не вставляются. У нас есть отдельное поле для вывода ссылки. Сейчас мы рассмотрим, кстати, как это выводится на фронтальную часть сайта. В общем, вот здесь вот с редакторами, я думаю, понятно. Теперь в первое объявление мы с вами добавляли видео. Не видно ни видео, ни ссылки здесь на сайте. Где это выводится? Но сначала давайте разберемся, как вывести это именно на страницу добавления объявления. То есть, кстати, вот как администратор. Если мы заходим, вы видите, да, мы видим другой редактор, который виден администратору с многочисленными кнопками. Соответственно, здесь не забывайте, гость их не видит. И давайте посмотрим, какие поля нам нужны дальше. Разобрали с вами с редактором. Например, если объявление у нас все бесплатные, зачем нам выводить пока что вот это вот сроки, да? На какой срок размещения объявления? Мы можем вообще скрыть это поле для гостей. В глобальных настройках нашего компонента, вкладка глобальные, здесь сроки, сразу первое поле. Если выбираем в положении нет, сохраняемся, идем на сайт, обновляемся. Вы видите, что у нас поле сроки вообще исчезает. То есть, возможно, вам на первых этапах и не нужно даже это поле. Далее важная вкладка автоматическая публикация. Можно задать автоматическую публикацию объявлений, добавленных из фронтальной части сайта. То есть, если автоматически, значит, сразу будет публиковаться. Если нет, скорее всего, будет отправляться на модерацию. Рассмотрим также. Также уровень доступа. Кто может добавлять объявление? Мы с вами выставили все. Пользователи могут редактировать объявление. Поставим. Пускай могут свои объявления редактировать. Гости могут удалять объявление. Пускай стоит нет. Ну, тут на самом деле вы сами решаете, да или нет. Администратор может редактировать удалять объявление. То есть, видите, написано, решите, могут ли администраторы группы SuperUser, это значит мы, редактировать и удалять объявление во фронтальной части сайта. Ну, на ваше усмотрение я поставлю да. Также опция лимит объявления, сейчас она нам не полезна, потому что, как я уже говорил, на начальном этапе больше свободы нужно дать, а дальше мы можем поставить ограничения. Лимит объявления для одного пользователя. То есть, ноль стоит, значит ограничений нет. Дальше важный момент. На первых этапах, возможно, вам вот этот блок нижней продвижения, возможно, он вам не нужен. У нас все вообще круто, обожаю этот компонент, все можно отключить. Смотрите, использовать продвижение. Просто ставим нет, сохраняемся и смотрим, что происходит. Обновляюсь на сайте. Мы просто-напросто отключаем этот блок. На самом деле, мы сокращая поля, упрощаем человеку создать объявление на вашем сайте. То есть, изначально, возможно, стоит скрыть все лишнее. Я пока оставлю выключенным, как будем разбирать более детально эти продвижения. То есть, именно как это выставить за деньги, за баллы, дойдем до этого, потом включим. Дальше смотрим раздел «Специальные настройки объявлений», также на вкладке «Глобальные». Какие здесь важные есть моменты, которые бы я хотел сейчас вам рассказать? Использовать цена договорная. Смотрите, если в положении «Да», сохраняемся, то на этой странице добавления объявления здесь будет появляться чекбокс. То есть, если ставим «Цена договорная», будет написана «Цена договорная». Смотрите, я вам покажу. Здесь есть объявление, которое я сделал с договорной ценой. Вместо цены вот здесь будет написана «Договорная цена» в объявлении. Соответственно, при добавлении объявления цену человек не пишет, а просто ставит чекбокс «Цена договорная». Я думаю, это важный момент, надо это тоже оставлять. Нужно ли вам выводить вступительное описание здесь или просто оставить поле описания? Решать вам, я вам покажу. Дальше, также на той же вкладке ниже «Использовать краткое описание». Если выбираем «Нет», сохраняемся, идем на сайт, обновляемся, исчезает поле краткого описания. Видите, сразу становится как-то все аккуратненько и уже прямо хочется добавить какое-то объявление. Движемся дальше с вами. «Использовать сайт». Мы с вами добавили ссылку, то есть на ваше усмотрение. Если «Да», посмотрим, где сейчас это отображается. И ниже важное поле «No Follow для ссылки». Если ставим «Да», ну, я думаю, ставить. То есть, как правило, из понятий SEO есть такое понятие, что внешние ссылки, левые, с них уходит вес сайта. То есть, есть такое понятие, как вес страницы. Нам нужно, наоборот, вес собирать к себе, чтобы страница была тяжелее, и это влияет на SEO продвижение сайта. Но это было раньше. Я не знаю сейчас, как на самом деле работает ли это. Но раз эта функция здесь на сайте есть, то, скорее всего, это также работает. То есть, если вы оставляете использовать сайт в положении «Да», то есть любой человек, добавив объявление, будет добавлять при желании ссылку на свой сайт или куда-то еще, то вес будет вашего сайта уходить по этой ссылке. И, по идее, «No Fall для ссылки» добавить атрибут «No Fall для поля веб-сайт». Лучше поставить в положение «Да». Субтитры создавал DimaTorzok